Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина. Раз уж пошла такая мода на зимние сады и огороды, давайте делать их красиво, чтобы был в доме или в квартире такой оазис уюта. Для этого можно купить красивые горшочки, полочки, а еще можно купить стильные элементы декора. Они-то и делают сад интересным и неповторимым. Вписывают его в интерьер. Стоп, да что все, купить, докупить. Посчитаешь, что нужно, и все желание пропадает. Так что элементы декора будем делать сами или переделывать какие-то старые вещички, которые есть в каждом доме. Вот собрала по дому разное. Такие декоративные ведерочки. Их, например, можно подвесить, и они будут интересно смотреться с микрозеленью. А вот это, думаете, что за подставка? А это так называемая ваза для цветов. В отверстие вставляются колбы, в них наливаются вода и ставятся цветы. Задумка, может, интересная, но на практике не прижилась. А еще вот такая фоторамка. Подарили когда-то, но я ее так никуда и не пристроила. Салфетница. Оказалось, не очень удобная. Да еще и с браком. И таких предметов по дому, уверяю вас, найдется немало. Но они такие разные. Разве можно их поставить рядом? Конечно, нельзя. Нужно выбрать единый цвет, к которому их приведем. Пусть это будет белый и немного сиреневого. Отталкиваюсь от места и от того, что есть уже готовое. Но предметы эти из разных материалов. Краска может не лечь. В декоре мы чаще всего используем краски акриловые или меловые. А вот грунт для металла один, для дерева другое, для пластика третий. Чтобы не тратиться на разные грунты, можно использовать один универсальный. А можно поступить еще проще. Вместо грунта сделать более прочной краску и обойтись совсем без него. Я уже рассказывала на своем творческом канале об этом подробно. Включу сюда фрагмент из этого мастер-класса, чтобы вам не искать по каналам. В аптеке или в каком-то магазине можно купить белую глину. Но есть, конечно, в таких тоненьких упаковочках, одноразовых, как маска. Это не то. Покупайте вот или такую, или в больших ведерочках продается. Стоит она не очень дорого. Но вот эту я покупала на Валперес. Она представляет собой порошочек. Размешиваем одну ложку. этой глины с одной ложкой обычной воды. И добавляем 3 ложки любой акриловой краски. Хоть оставшейся от ремонта. Если вам не нужно так много, то, конечно, ложечку берете поменьше. У меня вот краска старенькая, немножко загустела. Вот как раз ее употребим. Просто хорошенько перемешиваем. И все. Меловая краска готова. Если вы предполагаете ее хранить долгое время, то воду нужно взять дистиллированную. Этой краске приписывают такие свойства, как хорошее нанесение даже на металлические и пластиковые предметы. Так давайте в этом убедимся сами. У меня есть вот такая металлическая оцинкованная лейка. Любой металл, конечно же, мы должны обезжирить. Я обезжириваю спиртом. Берем небольшой кусочек губки и наносим краску. Ну, как мы видим, ложится она хорошо. Не сползает, не слезает. Но нужно покрыть полностью, дать сутки отстояться и посмотреть на прочность. Ну что ж, олейка окрашена двумя слоями. Сейчас она должна как следует просохнуть. А у меня осталась краска. И для того, чтобы ее еще больше испытать, я покрашу пластиковую заготовку и вот такую шершавую заготовку из МДФ. Вы представляете, если все закончится хорошо, она будет крепко держаться, то мы можем обходиться без дорогостоящего грунта универсального, которому приходится покрывать все пластиковые и металлические поверхности перед окрашиванием. Пластик окрасился очень легко. Уж не говоря о дереве. Дерево просто ненужное дело. Вот вам грунт и окрашивание одновременно. Утром осматриваю изделие. Легла краска прекрасно, высохла отлично. И проводим испытания. Ничего, держится. Попробуем металлическим предметом. Отлично. Ну что ж, поздравляю. Найден универсальный грунт, он же краска. Записан этот мастер-класс был давно, но для сомневающихся могу показать ту лечку. Краска не поцарапалась, не отошла. Держится отлично. Но вот внутри неокрашенная может поржаветь на швах. Поэтому все швы нужно промазать санитарным прозрачным герметиком. Этот способ перекрашивания могут взять на вооружение дачники и обновить свои металлические ведра и лейки. И, конечно, нужно покрыть лаком, хотя бы акриловым, а лучше яхтным. Если вы будете использовать такие предметы на улице, то не менее трех слоев. Ну а мы будем перекрашивать все, что подготовили. Начнем с ведерочка. Оно вроде и так хорошо прокрашено. Перекрашивать его стоит лишь в том случае, если по цвету совсем не подходит. А вот украсить можно. Например, нанести рисунок через трафарет. Перед нанесением грунта, краски, шпатлевки всегда металлические предметы обезжириваем, то есть протираем спиртом или ацетоном. Рисунок наносим готовой универсальной шпатлевкой. Если нужно, можно перекрасить. Лучше, конечно, не кистью, а губкой, тампонящими движениями. От кисти, как видите, остаются следы. Теперь перекрасим рамочку. В нее можно вставить подходящую по теме зимнего сада огорода картинку, фотографию, а можно дополнить каким-то декором. Не забываем обезжирить. Для разнообразия буду использовать обычные акриловые краски без добавления глины. Тогда обязательно нужен грунт. Беру вот такой, щадящий, без запаха. На упаковке грунта должно быть написано универсальный адгезионный. Покрываю им всю поверхность. Зачем стекло замазала? Да хочу кое-что проверить. В случае чего потом сотру. Грунту нужно дать просохнуть не менее суток. Это правило нарушать ни в коем случае не советую, если не хотите, чтобы краска через какое-то время облупилась. А красить будем не в белый цвет, а в сиреневый. После того, как краска как следует высохнет, берем тампончик и не нажимая сильно покрываем поверхность так, чтобы в углублении остался сиреневый цвет. Не устраивает результат, можно нанести второй слой белой краски. Поверхность защищаем лаком. Можно попробовать вставить вместо картинки какой-то фон. Например, вот такую золотистую бумагу с рельефом. И примеряем декор. Не понравилось? Убираем эту дымку в центре. Полусухой кистью по самым верхушкам можно при желании добавить золотишко, как на листьях, которые мы взяли за основу. Ведь наша задача привести все к общему знаменателю. Кстати, и на ведре золотишко можно тоже добавить. Мы пробуем различные варианты. Допустим, что такой яркий золотой цвет вообще не к месту. Так его же закрасить можно. Например, белой краской и неравномерно, а краям посильнее. Вот вам, пожалуйста, еще вариант. Задымление стекла можно совсем убрать. Хотите, закрасим фон полностью, но так, на мой взгляд, менее интересно. А совсем не нравится, можно заменить простой подходящей картинкой. С ажурной вазой и салфетницей вообще все просто. Перекрасим в белый цвет и достаточно. И снова не забываем покрыть лаком. Только вот у салфетницы нужно зашпаклевать углы или хотя бы заклеить монтажным скотчем, чтобы немного выровнять. Это, конечно, не очень правильно. Зашпаклевать будет лучше. Но главное, что хотела вам показать, разницу незаделанного и заделанного уголков. Ну что, можно сделать первую примерку. Расставим некоторые предметы по местам. Пока овощи не выросли, потренироваться можно и на домашних цветочках. Конечно, все в одну кучу валить не стоит. Наверняка у вас много чего найдется. Это только в начале кажется, что ничего нет. Поменяйте композицию, переставляйте предметы, одни заменяйте другими. Это как лего для садовода. Ну вот, мой садик для приема овощей готов. Прошло всего немного времени, и в нем уже кипит огородная жизнь. Пока рассада маленькая, ее перекрывают декоративные растения, очень выручают высокие подставки, которые добавляют ярусы и делают садик более объемным. Теперь с растениями работать намного интереснее. Перестановка раз в неделю и садик всегда разный. Так что совсем не обязательно иметь отдельное помещение под зимний сад. Райский уголок себе можно устроить даже на табуретке. Было бы желание. Творите с удовольствием. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Субтитры